В какие теории заговора вы верите? Объявления, которые дают вам возможность закрыть их, будь то на мобильном устройстве или компьютере, предназначены для обнаружения кликов по крестику, чтобы посчитать их как клики по самой рекламе в некотором случайном процентном соотношении. Я не могу сосчитать, сколько раз я уже нажимал крестик на объявлении и видел, как оно загоралось, указывая на ссылку, а затем меня все равно перенаправляло на рекламируемую страницу. ЦРУ периодически публикуют этот вопрос на реддите, чтобы получить представление о том, насколько успешно происходит сокрытие их данных. Работники магазинов продолжают переставлять в полки с продуктами, чтобы я тратил больше времени на то, чтобы разглядывать вещи и складывать больше хлама себе в тележку. Система уголовного правосудия США не сломана. Это хорошо смазанный механизм, работающий по назначению. Частные тюрьмы заключили сделки, по которым государства должны платить за определенное количество заключенных. Если количество заключенных станет меньше этого числа, налогоплательщики не будут платить ни за что. Оно вознаграждает за строгие законы о преступности, длительные обязательные минимальные приговоры и суровые наказания, а не за реабилитацию и возвращение в общество. Рецидив не должен быть и не является сюрпризом, когда человека, с которым годами обращались как с дерьмом и который учился новым трюкам от сокамерников, освобождают только для того, чтобы узнать, что он не может найти работу и жилье и не имеет права на получение социальных услуг или помощи. Рецидив также приводит к появлению новых жертв и затрудняет жизнь человека. Это также создает спрос на жестких политиков в отношении преступности. Реабилитация заключенных требует денег и времени, а успешное возвращение в общество гарантированно быть не может. Обращаться с заключенными как с дерьмом не так уж и дорого. Это гарантирует постоянных клиентов, дешевую рабочую силу и стабильный денежный поток. Жесткие криминальные политики гарантированно получат голоса напуганных избирателей. Если кому-то удастся протолкнуть закон, который помогает реабилитации и повторному въезду, всегда будут рецидивы. Таким образом, доказывая общественности, что реабилитация и вознаграждение преступных элементов образованием не работают. Что, на мой взгляд, кажется безумным, потому что реабилитация никогда не будет эффективной на 100%. Ее успех следует измерять путем сравнения реабилитации и жестких мер по борьбе с преступностью. Лично я хотел бы знать, кто стоит за частными тюрьмами и большими приемными семьями. И кому они делают пожертвования на компанию? Обращайтесь с детьми как с дерьмом, и в будущем вы, скорее всего, получите преступников и неблагополучные семьи. Таким образом, создается постоянный поток клиентов и денежных средств. Что касается полиции и системы уголовного правосудия, там должен быть эффективный надзор. Если начинает казаться, что полиция и прокуроры принимают решения на основании того, что кто обвиняет кого, они пытаются анализировать доказательства и выяснять, что произошло. То это банда, в которой все решает лояльность, либо угроза, либо деньги. Раньше красные вкусные яблоки были вкусными. Теперь они пресные и имеют текстуру, как у картошки. Я помню, как видел предположение о том, что ВМС США оплатили исследования по продлению срока хранения яблок, чтобы морякам было проще есть яблоки в море. В результате получился мягкий красный картофель. Вы слушайте меня внимательно. В Google Home есть переключатель, с помощью которого вы можете выключить микрофон, чтобы он не реагировал, когда вы говорите «Окей, Google». Но если вы скажете «Окей, Google», когда микрофон выключен, он скажет «Я вас не слышу, ваш микрофон выключен». Поэтому излишне говорит, что я отключил эту фишку на некоторое время. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я поищу все самое интересное с Реддита. Ссылку на него вы найдете в описании. Официальная версия рейда Бен Ладена не совсем точна. У меня есть друг из Пакистана, да, это похоже на двойные слухи, который сказал мне, что правительство Пакистана знало, что происходит. И в ту ночь, когда это произошло, всем было сказано оставаться дома. С тех пор я видел, как более известные комментаторы высказывали аналогичные сомнения относительно того, что произошло. Это довольно банально, как утверждают теории заговора. И как бы то ни было, конечный результат того террористического куска дерьма остается прежним. Я считаю, что мой телефон подслушивает меня и предлагает рекламу, даже когда у меня не включен голосовой помощник. И я вообще никогда не делал этого. Многие люди говорили мне, что это ерунда, но я совершенно уверен, что это правда. Я сносно говорю по-французски, но не могу писать. Еще у меня есть рабочий телефон, которым я почти не пользуюсь. Иногда я смотрю погоду или что-то в этом роде, но это все. Я никогда не брал его с собой во Францию, никогда ничего не набирал по-французски в телефоне, не просматривал веб-сайты на французском языке. Однако после разговора по-французски с моим коллегой, когда мой телефон лежал у меня на столе, я получил на французском языке рекламу изоляции крыши или чего-то необычного. Мой телефон буквально никак не мог подумать, что я говорю по-французски, кроме как подслушать, как мы разговариваем. США финансируют террористов и разжигают войны на Ближнем Востоке. Здесь, где я живу, это место граничит со странами Ближнего Востока. Этот факт широко признан, поскольку это правда, это даже не теория заговора. Не утверждаю, что это правда или нет, но было бы сложно найти в этой стране человека, который не верит в это. Магазины матрасов. Это прикрытие для преступных организаций и отмывания денег. Более того, они безумно прибыльны. Изготовление матрасов почти ничего не стоит. Арендная плата в таких магазинах может быть разумной. Каждому человеку нужен матрас. Поддержанный по разным причинам покупать не стоит. И наценка безумная. И законно это не обосновано. Так что, в некотором смысле, они преступники. Просто законные преступники. Пята. Это тайная мясная промышленность, которая пытается выставить движение за права животных настолько смешным и глупым, насколько это возможно, чтобы любая критика их методов животноводства выглядела раздражающей. Я веган и бывший политический организатор. И я считаю, что это возможно, но было бы трудно молчать о таком. По сути, вам понадобится огромная организация, наполненная штатом плохих актеров, взаимодействующих с людьми, которые действительно верят в общее дело. Было бы трудно поддерживать такой уровень обмана так долго и так широко, от человека к человеку, особенно, когда имеешь дело с истинно верующими в это людьми. Вот почему шарлатаны действительно верят в некоторые части своей собственной шумихи, например, пасторам и всему подобному. Кроме того, все их финансовые отчеты являются публичными, и отслеживание денег для самой известной группы по защите прав животных в стране уже было бы широко сделано. И считаю более точным то, что пята – это отстой. Что интересно, ее совет директоров на 100% состоит из внутренних сотрудников. Классно для людей, которые там работают, но все они проработали там безумно долгое время. Это означает, что их культура застопорилась и сохранилась, и они больше не знают, как изменить сердца и умы. Их директор по рекламным кампаниям начинал как администратор, что для него хорошо. Но он знает только, что есть пята и то, что она делает. Я задавался вопросом, действовал ли Освальд в одиночку. Это одна из немногих теорий заговора, о которых я когда-либо задумывался. Я долгое время сомневался в этом, но после того, как выслушал очень подробный обзор всего дела и жизни Освальда, сделанный ребятами из одного журнала, я убедился, что он был совершенно невменяемым человеком, который действовал в одиночку. Однако мне нравится теория о том, что после первого выстрела агент СС случайно разрядил свое оружие из машины позади Джона Кеннеди и это был смертельный выстрел. Вы знаете такую штуку, когда находитесь на странице и пытаетесь щелкнуть что-то рядом с рекламным объявлением, но затем страница загружается немного больше, перемещая его вверх или вниз и заставляя вас случайно щелкнуть по нему. Но в какой-то момент мне это надоело и я решил, что просто подожду, но эта страница не загрузилась. Поэтому я решил, что этот элемент просто не загрузился только в этот раз. Но как только я снова кликнул, эта реклама переместилась прямо под мой курсор и я нажал на нее. Я пытался еще несколько раз щелкнуть очень рано или ждать в несколько раз дольше, чем обычно. И теперь я на 100% уверен, что на самом деле ничего не загружается и что некоторые страницы просто созданы для того, чтобы заставить вас нажать на рекламу по ошибке. Книга Оно Стивена Кинга основана на реальных событиях из его детства. Я впервые обнаружил эту теорию на Реддите несколько месяцев назад. И это имеет смысл. Уберите сверхъестественные и научно-фантастические элементы. И это история о некоторых едва достигших совершеннолетия детях, которые отправляются в жуткий дом с привидениями, чтобы сразиться с клоуном в подвале и найти огромного паука. Это проходит в Новой Англии, одном из старейших уголков современной Америки. И жуткий педо-отец Беверли именно такой. Жуткий педо-папа. И фамилии кажутся выдуманными. Казбрак, Денбро, Хэнском, Юрис, Бауэрс. Что это? Не 100% правда, но настоящий ответ парадокса Ферми заключается в том, что мы находимся в цивилизационном карантине. Виды, которые не продвигаются дальше, точки устойчивости на своей родной планете, лишены возможности звездного расширения, потому что они ведут себя как агрессивный вирус и представляют собой экзистенциальную угрозу галактической цивилизации. Возможно, существует какое-то скрытое общение, типа «Оставайтесь на месте до дальнейших уведомлений» и периодические проверки нашей цивилизации инопланетянами. Аэропорт Денвера что-то скрывает под землей. В Старбаксе есть некоторые свои сотрудники, которые намеренно неправильно пишут имена клиентов для бесплатной рекламы и продвижения своего бренда. Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Я редко прошу вас набрать определенное количество лайков. И поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю. Ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok